Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и я продолжаю. Итак, да начнется смертопредставление. Один готов? Готов. Второй готов? Пока не знаю. Выбегаю, прячусь за колонной. Мне кажется, это будет более разумным вариантом, чем сидеть здесь как идиоту. Вот этот точно приготовился уже. Погодите, да ну не прячьтесь вы так быстро, ребят. Ну самое интересное же впереди. Что ж вы как эти... как не родны. Теперь... ага, вот так. Я не успеваю никого поймать. Они... эти мудаки, они только выглядывают и сразу потом начинают прятаться. Я тупо не успеваю. Ни хрена себе. Чего делать? А, у меня гранаты есть. Все, все, сейчас. Так, я ж тут подсохранился, поэтому это не имеет в принципе никакого значения. Идем по новой. Гранату вон туда. Готово. Сейчас кому-то будет капсдец. Не, ну это уже перебор, ребят. На хрена тогда нужны эти укрытия, если они простреливаются таким образом? Я не успел прочитать, что там так быстро написал мне... Как его? Загрузочный экран, наверное. Один готов. Второй туда тоже. Там наверняка тоже кто-то будет. Пока я, наверное, после этого вот сюда теперь спрячусь. Готов поспорить, здесь все будет в порядке. Не прострелят. Или прострелят все-таки. Да что, что ты будешь делать? Где Томпсон, мой любимый? Ага, вот, вот там вот. Вот там вот, ублюдок. Я вижу кусок его руки или ноги. Джо, давай. Ты ж бессмертный. Ты чего этого до сих пор не понял? Иди давай, раздавай всем. Просто прям на них беги и все. И пофиг вообще. Ничего не могут тебе сделать. Неужели ты этого до сих пор не заметил? В тебя уже раз 200 попали. А ты все бегаешь, отряхиваешься, кряхтишь. Все с тобой в порядке. А мне вот, а мне вот, блин, плохо. Я просто не могу это пройти. Ты представляешь себе, Джо? Из-за тебя, мудака, который не хочет рисковать своей бессмертной шкурой. А это означает, что ничем ты не рискуешь, козел. Я из-за тебя должен вот так вот страдать. Ладно. Может быть, тут можно как-то спуститься вниз и безопасней будет. Потому что эти, эти укрытия, они простреливаются абсолютно точно. А вот, о, опа. Вот да, вот, наверное, вот отсюда надо было. Тут каменное заграждение. Хрен тут меня кто. Ну даст, 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 дождай. Ну, выглядывай уже, мудак. Я уже заговар... Тихо, тихо. Так, прячемся. Вот так вот прячемся, сидим. Восстанавливается полосочка со здоровьем. Все окей. Ага. Оп, готов. Так, опять прячемся, прячемся. Вот так вот помаленечку, потихонечку мы всех задолбим. Здорово. Так. Люди у Винчи какие-то вообще никакие, надо признать. Не очень-то они у него... Винчи обра... Ой, тихо, тихо, тихо. Короче, я к тому, что Винчи должно быть вообще стыдно за то, что у него такие люди. Они двоих каких-то алкашей тупорылых не могут завалить. Причем вон их сколько, а нас всего лишь нет. Не, ну им, конечно, немножко удавалось там, но... Теперь-то уже как бы все. А, или нет, там еще их полно-полно этих гандонов. Вон, пожалуйста, один. Вон, второй. Да откуда? Откуда вы все беретесь? Друзья мои. Джо, помогай. У меня... У меня здоровье кончается. Джо. Джо. Джо, ты бессмертный. Ты не хочешь спуститься и помочь? Вот же козел встал там. Боится, боится, падла. Эээ... А, все, вижу. Готов? Так, там еще кто-то сбегается. А, вон, сверху, да? Отлично. Сверху. Этот готов. Еще один сверху. Сейчас будет готов. Готов сверху. Ой, а что это сейчас взорвалось-то? Это не граната, я надеюсь? Не собирается ли этот мудак гранату в меня кидать? Эй. Выгляни в окошко, мать твою. Козлина. Где-то там. Ух. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Нахера. Последний, блин, какой чустрый-то вообще ублюдок. На. На. Все. Выберите здание. Господи, Джо. Спускайся. Аллилуйя, мать твою. Мария Тереза, хвала. Аминь, Иисус Христос. Я не знаю, у меня просто кончаются слова. Давай-ка, куда греби, куда греби. Что, соревнования погребли, блядь. Давай, выбираться лучше отсюда. А. Подожди, я сейчас все соберу. Нельзя же вот так просто взять и уйти. Ты же понимаешь, друг? Так. Окей. Ну и че? Они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен... А, и куда же я тебя поведу? Конечно же, к этому. Да-да-да, к этому. Отвезите Джок Эль Грека. Да куда ты? Мне надо Джо отвезти. Ты урод. А ну, вылезай. Вылезай давай. Во, вот так вот. Сразу и без разговоров. Садись. О нет, он нас убьет. Да, ты абсолютно прав, кстати. Именно так и будет. Сейчас он только развернусь. И почему нас? Кого нас? Он сказал, о нет, он нас убьет. Кого нас? Тут один ты, чувак. Тебя вот и убью. А никаких нас не убью. О, там полицейский рядом. О, не говорит на чей-то. Да, конечно. Ой, блин. Кашляю. Вот и мне каждый раз перо под ребра вгоняю. Надо было меньше курить, дорогие мафиозные сигары. Слушай, Витта, спасибо, что пришел на помощь и рисковал. Не только шкурой, понимаешь, еще мясом своим, костями рисковал. Сердечно-сосудистый, всем рисковал. Все уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то, правда, придется перо тебя всунуть. Так, Витта, давай без твоих гомосексуальных наклонностей, пожалуйста. Не будем ничего сейчас всовывать. Сейчас не до этого. Человеку плохо. Всовывать ему будешь, когда выходные у вас будут на работе, грубо говоря. На работе, так называемой вашей. Тогда вот и будете баловаться без и в ребро, перо и все на свете. И не только в ребро, и в бедро, и повыше бедра. Куда захотите, короче, ребят. Я толерантен к таким людям, как вы. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Поэтому мой респект, скажем так, мой голос за вас. Респектую, короче. Братья наши меньшие. Гомосеки, братья меньшие. Нет, это бы им не понадобилось. Это прозвучало очень нетолерантно. Скажем так. Сексуальные вы наши левши. О, это выражение Владимира Набокова. Он какого-то из своих персонажей так обозвал, насколько я помню. Ладно, значит, мы уже приближаемся к этому Эль Греку. Он, по-моему, вот-вот будет. То есть вот тут подъем, и дальше его дом. И это означает что? Это означает, что нам придется раскошелиться на Доктора. У нас 27 с лишним тысяч. Нам нужно отдать их очкастому ростовщику. Но при этом мы должны еще и раскошелиться на Доктора. Выходит, что так. Это плохо. Это очень плохо, что мы должны так сделать. Почему? Потому что нам не хватит. И сраный ростовщик своих людей на нас пошлет. И они будут вытряхивать из нас 30 серебряников, наверное. 30 шекелей, не знаю чего. 30 раз будут нас бить по морде и 30 монет вымогать. А может быть и больше монет, чем 30. Я вообще не знаю, при чем тут 30. Это не имеет никакого значения. В данный момент параллель с Иудой и Скариотом. Она ни к чему не приводит. Взята из ниоткуда. Помочь не справа. А, я могу это не считать. Отвези Бруно. Логично. Что эти фига не пропухай. Потом поставят вас на счетчик. Будете вообще радоваться жизни. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Что-нибудь скажешь, господи. Мне надрели задницу. И я хоркну кровь. Всего-то. Э, ты куда? Ты куда ему лапы-то свои? А, это еще кто такой? С ним что? Кто такой Тони Бальзам ночным стал? Боюсь, ходить он больше не сможет. Про кого мы говорим? Это тебя удивляет? Вся эта кровь. Смерть. А, у нас моралист появился. Вы сами выбрали такую жизнь. У нас в сюжете моралист. И поздно везение кончено. Ну, это правильно. Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну, ладно, да. Да, в сраку этого Антонио. Заходи. Главное уладь все с Бруно, хорошо? Угу. Еще вида. Постараюсь. Спасибо. Конечно. Да вообще, да, круто. Ну, че. Поехали, может, сразу к нашему... Да. К нашему чуваку. Как Бруно, да? Поехали к нему. Я думаю, он не очень далеко отсюда. Хотя нет, наверное, я ошибаюсь. Наверное, я ошибаюсь. Самый, блин, внизу точно. Я спал. Он возле порта. Порта-порта. Ну, что ж. Значит, будем наслаждаться вечерним городом. Вечерним Эмпайр-бэем будем наслаждаться. Почему бы и нет? Это достаточно неплохое местечко. Ой, 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 ой. Аккуратно, аккуратно. Так. Погнали. Я, наверное, зря сделал... Поставился такую крутую скорость. Надо бы поставить лимит. Потому что сейчас за жопой за моей погоница какие-нибудь менты. Это мне сейчас ни к чему. Мне сейчас надо рассчитаться с Бруно. Я, конечно, понимаю, что я везу с собой 27 штук. И я лакомый кусочек для всяких штрафов. Но Бруно это круче, чем какой-нибудь сраный гаишник. Он меня вообще на ножи поставит. Но я этого не хочу. У него там мафиозные круги еще. Он всех знает. Кого можно, кого не... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Поехали. Потихонечку. Выключить, ограничить. Нет. Выключать мы ничего не будем. Теперь сюда. Направо. Вот так вот чудесно потихоньку и доедем. И, наконец-то, избавимся от долгов. Это приятное ощущение, когда избавляешься от долгов. Только я аж, опять же, плохо помню сюжет. Вряд ли ж на этом все закончится. Типа расплатились с Бруно и все. Конец. И Вита едет сжев в закат. Вряд ли так будет. Что-то потом еще произойдет. Ну вот сейчас расплатимся. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Какой-то чувачок так кричит прям в радио. ВИДАУН. Такой голос у него интересный. Музыка такая. Пам-пам-пам-пам. Не очень мне это нравится. Не буду врать. Лучше вот что-нибудь другое. Вот это там какая-то скрипочка, по-моему, пиликает. Ну и пусть пиликает. Прямо что ли? Я думал поворачивать. Ну ладно, прям. Поворачивать это, наверное, когда мы в порт ехали к этому Дереку. Попаларда. А сейчас нам к попаларде не нужно. Мы сейчас так. Теперь сюда вот. И... Маленечко. Тихонечко-тихонечко так. И вот так, да. Все. Сейчас уже подъеду. У кучи автомобилей. Куда вам всем, блин, надо? Ночь на дворе. Не мешайте ездить. Сука, твою мать. Ты посмотри, а? Все-таки придется еще подзадержаться. Ну ладно. Давай. Значит, мой... А, у меня 55 штук. Да ни хрена себе. Я должен... Бруно там всего 20 штук с чем-то. 27, если я не ошибаюсь. У меня еще неплохо останется. Ладно. Чтобы я тебя больше... А откуда я их взял? Что-то я никак не вспомнил. Реально, где я взял всякие бабки? Видимо, Дона Винчи, наверное, обшмонал карманы ему. Я не знаю. Я не видел, как он достал эти деньги. Лид, ты что? Ты умудрился в подвешенном положении обшмонать Дона Винчи? Который тебя пытал? Это круто. Это просто высший уровень наглости. Тебя пытают, а ты еще и обворовываешь человека, который тебя пытает. Где этот... Где этот гандон? А, туда надо... Правильно, я вспомнил. Туда надо во внутренний дворик идти. Ну, давай так и поступим. Въезжать туда смысла нет. Не протиснемся. Тут чисто для пешеходов. Где ты там? Где ты там, мой ласковый еврейчик? Мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. А тут ты знаешь, что мне деньги надо. Мы уходить собирались. А, тебе повезло. Я тебе деньги принес. Кому это надо? Хотя мне это тоже, наверное. Ты принес мне деньги. И тебе... Нет, эти. Из Макдональдса пакетик вот принес. Пожри. Вот они. Это тебе задаток. Признаться, я немало удивлен. Да это не твое дело вообще. Проблемы, слышишь? У вас возникли проблемы. Да, верно. Проблемы, наверное, у Бориса Репетура. У человека очень мало денег в доме. Я не знаю. Он озвучивает буквально все и везде. Как будто бы кто-то стоит со стволом рядом и говорит... Теперь ты озвучишь Мафию 2. Теперь ты озвучиваешь Принц Перси. Не знаю. Теперь ты озвучиваешь Мафию 1. Мафия 1 он даже умудрился озвучить там Фрэнка. Фрэнка, Фрэнк. Сэма, Сэма. Ты погиб? Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Да, я вижу, как ты огорчен, обосраться. Деньги я вернул, так? Да, чем ты вообще там недовольна? Только вот весь город стоит на ушах. Сейчас ты будешь на ушах стоять. Если я их растянул просто, ты будешь на них стоять. Пошли войной на Винчи. Да это вообще нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело. Правильно, правильно, Вита. А, спасибо, Азек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вита. Вита Э. Вита Э. Хорошее имя, Вита Э. О, Фикалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать... Ага. А, папаша. Короче, опять все силовые линии сюжета сходятся на этом грёбаном папаша. Так это у тебя мой отец занимал бабки. Чё, ты молишься там, что ли уже? Ты чувствуешь, что я сейчас тебя прибью, да? Уже начал молиться. Давай, давай. Не переживай, я возложу тебе несколько шекелей на могилу. Можно без слова таки, пожалуйста? Это уж слишком стереотипно. Не знаю я, где тебя искать. Ты срать, я на тебя хотел, короче. И не понадобишься ты мне, и деньги твои мне не понадобятся. Я вообще к тебе больше никогда не зайду. Мудак. За тебя у моей семьи столько проблем было. Из-за тебя, можно сказать, в мафию вступил. У меня было долги отдать семей. Ну, ещё потому что я наглая, корыстная сволочь. Поэтому тоже. Но и из-за тебя, понимаешь? Через стерник звёздных. А, так это последняя глава, кстати говоря. То есть уже скоро будет финал. Остер Бэй, 26 сентября. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать ищем. О, это самое начало игры, когда он там садится. Рано или поздно, правда, всплывал. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фалькон. Представляешься, в какую жопу вы залезли? Так я седу, идиотов. Все это у тебя как бы было? Да-да-да. Но вместе с тем пришли тюрьмы. Постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог. Но шансов становилось в самих... Одного товарища, Генри, пока грохнули, и всё. Теперь это был только вопрос времени. Ну, если, правда, не считать за кровь товарищей кровоподтёк под носом у Джо, то только Генри пока нас пропали. У кого-то... Вроде никого же больше не убивали. А Томасина Херсасина, он же был стукач. Открыт элемент. Опа. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи. Так слушать или приходить? Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно нет. Да, со своей 15-сантиметровой пушкой. Нихера себе. Он сказал, в чём дело? На звёзды смотреть будут, да? Романтика. Не заставляй его ждать. Ну, как бы, в принципе, всё правильно. Возьми, Вито, свою пушку эрегированную и езжай смотреть на звёзды. Скарла. Повседневный костюм со шляпой, сшитый на заказ костюм. Чё бы такого взять? Костюм и пальто. Ну-ка, это, наверное, вообще круто должно быть. Дорогой прям. Вот, на финальную миссию нужно вот так вот подрядиться хорошенько. Теперь... Ой, не-не-не-не-не-не-не. Тихо-тихо. Я кое-что забыл. У меня здоровья мало. Ты, блин, можешь, Вито, перед сном пить? Я тебя прошу, пей перед сном. Почему ты не можешь перед сном попить и пополнить своё сраное здоровье? Ладно. Сделаем это вместный. Открываем и варь мотивы. В планетарии меня ждут, да? О, ролик. Сейчас пойдёт ролик. Неожиданно. Мистер Скалета, садитесь, пожалуйста. А, такие дела. Какой ты вежливый. Ну, раз... О! Давай, лезь в машину. Какой-то он недобрый. Ну? Он нехорошо к нам относится, мне кажется, сейчас. Он чувствует, что мы... Это наш друг, мистер Чо. Чо? Чо-чо-чо-чо-чо. Что-то давай поиздеваемся над ним. Чо-чо-чо-чо. Из-за тебя. Ага. Ты капитально облажался. Ты вообще закрой рот. Я тебе жизнь спас. Монятия не имею, о чём ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Уже забыл? Тогда чё-то, тогда... Чё-то, тогда трендичность, ты всё забыл. Стариканты, блин. Поведно, людей мистера Чо убиты. А теперь ещё федералы дышат нам затроны. Чо-чо-чо-чо-чо-чо. Из-за тебя. Не знаю, почему-то мне так нравится его фамилия. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу. Да, Вита, такие гении долго не живут на самом деле. Вот как вы. Что ты натворил в китайском квартале? Это из-за того козла Генри. Так ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили. На крокодила Генри. На крокодила Федерала. Ага. Он сучился. Поэтому парни мистера Чутака поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Всё-таки правду нам сказали. Представляешься, Витя? Какой ты дурак. Ты спас меня, а я тебя. Ты меня ещё не спас. Погоди. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Один. Один шанс исправиться. Я слушаю. Обалдеть. Бери Карло. Один шанс исправиться. Чувак, мы тебя убьём, но если ты хочешь жить, то иди, пожалуйста, и перебей в одиночку примерно так 150 мафиози и Карло Фальконы, а потом заодно и его самого. Да проще уже было бы меня закатать в асфальт прямо здесь, ребят, честно. А если я откажусь? И ведь ему это удастся. Понятно. Понятно. Да, да. И мистер Чоу-Чоу-Чоу. А ты ещё и поручился за крысу. Думаешь, Карло, это тебе спустят? Ты уже ходячий. Ну, всё понятно. В общем-то, убивать его по-любому. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконы кто угодно, но только не дебил. А, по-моему, дебил. Я его видел. Не особо умный, мне кажется. Видок такой, как у типичного бадлана. Только с сигарой в дорогом костюме. Мальчик, это твой последний шанс. У тебя тоже, походу, сегодня будет последний шанс безболезненно пассать. Потому что тебе, наверное, лет так 85. Я не знаю, дальше будет только хуже. А можно подвезти было к планетарию бараны вот упорылые? Это мне вот туда ехать самому? Хорошо. Хорошо. Придётся. Придётся. Не бойтесь, я её не разобью. Дань, ты вообще не переживай абсолютно. Не разобью ничего. О, баба. Отлично. Она беззащитна. Она не будет с нами драться, скорее всего. Да всё нормально, чё ты переживаешь. Подумаешь. О, такая же, по-моему. А, нет, не такая же. Ребята, это вы в меня врезались. О, полицейский вообще. Это полицейский Будда. Ему просто на всё плевать. Он там сидит, медитирует, кайфует. Слушает радио, наверное. Сейчас подъедем уже. К Карло. К Карло подъедем. И после этого, после того, как мы подъедем к Карло, я серию закончу. Оставлю на сладкое всю эту долбаную перестрелку на финал. Это, это жесть. Я помню эту серию. Ой, серию. Я помню эту миссию. Там столько всякого говна будет в этом планетарии. Там реально собра... Вот будет, как Вторая мировая война. Вот то, что было в выступлении к этой игре. Вторая мировая война. Вот там она и будет. Можно считать её Третьей мировой войной под сенью звёзд. Как-то так поэтически называть. Ну, действительно, народу там будет до чёрта просто. До хренища. Я даже не знаю, зачем вообще нужно столько людей. Но, но так оно и... Да, блядь, тихо. Но так оно и будет. И при этом там ещё будет такой прикол. Один известный обзорщик игр высмеял этот момент. Вот эти вот стрелочки, которые отображают на радаре врагов. Они, значит, не будут показывать на каком уровне. Над нами или под нами эти враги находятся. Из-за этого будут сложности, когда они будут на крыше. Вот это я помню. Это высмеивалось этим известным обзорщиком, которого все прекрасно знают. Который выпускает свои видео, там, не знаю, наверное, с 2008 года, если я не ошибаюсь. И это высмеивалось мной ещё до того, как я посмотрел его обзор. Когда я играл, проходил эту миссию. Это не то, что мной высмеивалось. Это мной очень критиковалось. И я матерился. Я кричал. Я раздражался. И потом был очень рад, что этот известный обзорщик тоже отметил эту деталь. Это действительно довольно глупо сделано. Когда ты пытаешься, блин, найти, где этот сраный мудак находится. А в том оказывается, что он на крыше. Меня там тоже убили, наверное, раз в два или три, как и этого обзорщика. Скоро приезжаем. Ага, вот сюда теперь. Ну, уже практически приехал. Мы где-то тут, кстати, может, Фрэнка навестим. Мы где-то его здесь закапывали, я помню. Недалеко от планетария. Может, розочку ему на могилку посадим. Или хотя бы нас сын на неё. Ещё раз. А Дискарпа-то там отметился, походу, тогда. Это я про тот момент, когда мы бухи с бара ехали. Если вдруг кто забыл. Сейчас дождь идёт. Это, наверное, хорошо для финала. Потому что, как бы, финал, дождь. Такая атмосфера напряжённая. Но, с другой стороны, я его просто не люблю. Я вообще не люблю дождь. Поэтому я бы финал предпочёл бы ночь. Пусть была бы ночь такая яркая, лунная прям. Пусть была бы какая-то суровая музыка, как в первой мафии. Когда поле грохнули, и мы ездили там под такой суровый трек. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Как я замечательно пою. Я прям чувствую, что у меня сейчас заявку... Когда я буду выкладывать это видео, мне по авторским правам заявку кинут. Я настолько прям в ноты попал, что... ID-контент Ютуба прям засчитает это как за ту самую мелодию. Хотя та самая мелодия не облагается авторскими правами, если я не чуя. Но это не важно. Для шутки можно и такое допущение оставить. Какого хрена? А, надо оббегать. Точно. Вот это вот лезть. Я должен был еще проехать немножко. А то долго-долго вот это все. Вот сюда ведь, правильно? Да, да. Сейчас небольшой ролик. Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Босс, объебосс, да. Я тоже не повидал. Я тоже хочу. Только одно, Вито. Отданье. Люди, чего вы все к моему стволу присобачились-то? Вы чего все такие пидорации, что фальконы, что ты? Ого. Нихренать. Мы играем просто за какого-то... Маклейна, Маккейна. Как там? Крепкий орешек, короче. Закрутовывать перцем играем, надо признать. Ну вот, на этом пока я и закончу меня. О, тихо. Так, я не хочу умирать на камеру, поэтому... Ой, экспресс-брифинг прощания. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте ему лайк. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Меня сейчас убьют. Нет, 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 нет. Ладно. Всем пока. Пока.